До сих пор неясно, с чего начался этот конфликт. Однако соседи уже звонили в полицию, когда увидели, как некий мужчина перепрыгивал через забор на задний двор семьи Хой. Как позже выяснилось, это был молодой человек девушки по имени Изабелла Гузман, который пришел встретиться с ней. Затем Изабелла плюнула в лицо своей матери, Юн Михой, и написала ей электронное письмо с текстом «Ты заплатишь». 28 августа 2013 года в первой половине дня в их дом прибыли полицейские по заявлению о домашнем конфликте. Однако позднее они заявили, что не обнаружили в доме признаков вражды или гнева. 18-летнюю Гузман они устно предупредили, что за свое поведение мать может выгнать ее из дома. По словам Райана Хоя, казалось, что Изабелла успокоилась и весь день не выходила из своей комнаты. Во второй половине дня в гости к Изабелле пришел ее отец, Роберт Гузман. Ему позвонила бывшая жена, чтобы тот поговорил с дочерью, поскольку Юн Ми очень боялась дочери. Юн Ми была владелицей портретной студии в центре города Аврора и часто работала по 12 часов в день. Она очень, очень старалась для своей семьи, но Изабелла не ценила то, что она для нее делала, рассказывал Роберт Гузман. Она старалась сделать все возможное, чтобы обеспечить свою семью. Бывший муж рассказывал, что в студии часто работала и Изабелла. По словам ее отца, Изабелла бросила школу Overland High School. Гузман разговаривал с дочерью на заднем дворе. Он объяснял Изабелле, что та должна уважать старших и особенно собственную мать. Он был уверен, что ему удалось достучаться до дочери. Однако в 22 часа 11 минут 28 августа 2013 года Райан Хой позвонил в 911 и сообщил, что Изабелла избила его жену и закрылась с ней в ванной. Все это произошло, когда Райан был дома. По его словам, в 21.30 его жена только вернулась с работы домой и сразу же пошла в ванную, чтобы принять душ. Райан ужинал, когда услышал наверху странный глухой звук, и жена выкрикнула его имя. Он взбежал вверх по лестнице, но Изабелла быстро хлопнула дверью в ванной и закрыла ее изнутри. Затем он увидел, как из-под двери начала вытекать кровь. Вскоре после этого Изабелла вышла из ванной. Она держала в правой руке нож. Глядя перед собой, она пошла прямо и вышла из дома. На полу ванной лежало обнаженное тело Юн Ми, все залитое кровью. Под телом лежала бейсбольная бита. Райан Хой попытался помочь жене, но взглянув в ее глаза, понял, что она уже мертва. Когда приехали полицейские, они официально признали Юн Ми мертвой. По словам мужа женщины, он не слышал, чтобы Юн Ми о чем-то разговаривала с дочерью после того, как вернулась с работы. Из дома девушка вышла одетая только в розовый спортивный бюстгальтер и бирюзовые шорты. Изабеллу удалось обнаружить лишь к полудню следующего дня. После убийства Гузман выбежала из дома, отправилась в соседний торговый центр, где в туалете вымыла волосы и переоделась. Работникам торгового центра она сказала, что ее изнасиловали и просила не вызывать полицию, иначе полицейский отправит ее домой, а она очень боится, что отец рассердится. Когда на следующий день полиция все же нашла Гузман, она сообщила им, что полицейские ошиблись, и она вовсе не Изабелла. Она представилась как Саманта Гонзалес из Цинценати. Она все отрицала даже после того, как полицейские показали ее паспорт. «Мы похожи, но это не я». Полицейские арестовали Изабеллу на парковке. Роберт Гузман, биологический отец девушки, сказал, «Изабелла хороший ребенок, у нее доброе сердце, но, честно говоря, я не знаю, что должно было произойти, чтобы спровоцировать подобную ситуацию». Детективам так и не удалось установить причины столь жестокого убийства дочерью матери. Райан Хой рассказал, что девушка была настоящей проблемой. Когда Той было 7 лет, жена уже отправляла ее жить к биологическому отцу из-за невыносимого поведения. Однако, по словам тети Изабеллы, ее отношения с матерью были нормальными. Она даже частенько баловала дочь. По ее словам, они могли повздорить, но Изабелла ни за что бы не прибегнула к насилию. Впоследствии по сети распространилось вирусное видео из зала суда. На нем Изабелла явно не выказывала никакого раскаяния за свои действия. Она улыбалась и гримасничала на камеру. Позднее Изабелла сослалась на невменяемость. Судья принял это заявление после того, как психологическая экспертиза показала, что Изабелла страдала психическим заболеванием – параноидальной шизофренией. Параноидальная шизофрения характеризуется симптомами шизофрении, включая бред и галлюцинации. Эти изнуряющие симптомы стирают грань между реальностью и воображением, из-за чего человеку, столкнувшемуся с болезнью, трудно вести обычную жизнь. Были явные признаки галлюцинаций. Она смотрела в космос, разговаривала с людьми, которых не было, и смеялась сама над собой. С тех пор Изабелла лечится от своей болезни в психиатрической клинике Поэбло, штат Колорадо. В связи с таким решением суда окружной прокурор сказал следующее. «Послушайте, работа окружного прокурора отстаивает справедливость. И на первый взгляд, когда вы смотрите на это дело, вы видите ужасное и жестокое убийство, совершенное дочерью по отношению к собственной матери. Я никогда не видел человека с таким количеством ножевых ранений. Она нанесла ей более 150 ножевых ранений. Итак, вы хотите, чтобы этот человек понес ответственность. Но наша система — это система, которая не только требует осуждения или тюремного заключения, но и связана с правосудием. И вы должны обратить внимание на компонент, которым является психическое здоровье», подчеркнул прокурор. Когда его спросили, как долго Гузман будет находиться в государственной больнице, прокурор ответил. «В течение неопределенного периода времени это будет до тех пор, пока врачи штата не определят, что она больше не представляет опасности для себя или общества. Это может быть год, два года, а может и до конца ее жизни. Это было трудное решение, потому что есть человек, совершивший столь жестокий акт убийства против совершенно невинной и беззащитной женщины. Ее мать была в душе, когда она нанесла ей 151 удар ножом. Но мы не занимаемся тем, чтобы просто сажать всех, кто нарушил закон. Мы наказываем людей, которые принимают неправильные решения, когда они могли поступить иначе». Прокурор уверен, что в этом случае девушка не отличала хорошее от плохого. Первоначально сообщалось, что Гузман нанесла своей маме, 47-летний Юн Михой, 79 ударов в лицо и шею, но свидетельские показания в суде выявили, что она на самом деле ударила свою мать 151 раз, в том числе 35 раз в лицо и 51 раз в шею. Затем она добивала женщину битой. Женщина Битая переборщила в мать 151 раз в исходе. Гузберия Гузберия people Продолжение следует... Продолжение следует...